всем привет от мастерской варганы и кб меня зовут иван гнездо это варган mercury и сейчас я вам расскажу все об ультрабасовых варганах как на них играется вообще в чем специфика этих варганов поехали не будем тратить время зря и так ультрабасовые варганы язычок у нас очень мягкий чем мягче язычок варгана тем он ниже тем дольше и медленнее он затухает когда мы наносим удар то есть у нас очень долгое время колебания и язычок в исходную позицию возвращается долго есть особенно связанные именно с этим на ультрабасовых варганах невозможно играть быстро точнее можно если у вас очень высокий навык игры на варгане вы можете прямо подлавливать в колебаниях язычок и разгонять его но там все равно есть свои органе ограничения вот что будет если попытаться играть на ультрабасе быстро звук не успевает раскрыться он захлебывается либо язычок звенькает потому что контролировать его в колебании достаточно сложно либо вот просто он так вот делает раскрывается как раз такие такие варганы при плавном стиле игры мы стараемся замедлиться избавиться от всей невротичности от желания делать рукой вот так вот мы наносим удар и ждем затухание и уже когда язычок почти затух и варган у нас уходит мы в этот момент его подлавливаем благодаря тому что он долго и плавно затухает у нас огромное пространство для творчества при помощи артикуляции и дыхания потому что в этот момент мы можем его растягивать при помощи дыхания особенно варганы нашей мастерской они все тянутся на вдохе можно делать звук еще длиннее и в этот момент из-за того что качество очень высокое все равно несмотря на низкую настройку очень крутая доводка мы прямо артикуляцию все слышим и гласный а ею я также конечно это не тот бас которому мы привыкли которые у нас ассоциируются прямо с этим словом то есть нас ничего так не сносит волной из сабвуфера в колонке или как когда приезжает машину у которой гремит багажник с громкой музыкой здесь мы можем испытать этот эффект если воспользуемся одной хитростью попробуйте заткнуть уши берушами или наушниками с шумоподавлением и поиграть и именно тогда вы почувствуете что настоящее что такое настоящий ультра бас бас потому что будете слышать звук внутренним своим ухом и вот там басов вам как раз таки хватит а сейчас мы перейдем к такой замечательной опции как магнитный шарик прелесть магнитного шарика в том что он может сильно ощутимо понизить тон варгана сделать сильнее вибрации так чтобы у вас прямо перед глазами все тряслось когда смотришь на какие нибудь светодиоды они прямо узоры рисуют у тебя перед глазами когда ты играешь прелесть в чем у нас не теряются не снижается жесткость язычка поэтому если мы шарик добавляем средний частотный варган с уже достаточно упругим язычком то тогда мы можем играть динамично при этом с пониженным тоном вот как например звучит этот меркурий который у нас до диез контрактавы с шариком сейчас это будет уже суп контр бас то есть в суп контр октаве и специально для сравнения у меня есть еще один меркурий настроенный выше здесь у нас но то соль контрактавы здесь у нас это относится просто к басам настройку соль контрактавы я очень рекомендую тем кто как раз таки хочет достичь баланса между глубиной звучания и динамическим стилем игры потому что здесь у нас язычок такой жесткости когда мы еще можем дать никого ритма и теперь берем добавляем магнитный шарик и варган у нас уже становится ультра басовым но при этом сохраняется жесткость и вибрации в тело идут сильнее потому что вот сочетание жесткости язычка его утяжеленности это как раз таки вот вот эти вибрации которые идут нам в тело которые очень приятные которые мы любим и это и есть основной принцип о котором я вам хотел сказать напоминаю жесткость язычка чем ниже варган тем мягче язычок чем мягче язычок тем более плавно мы на нем играем и он не раскрывается при быстрой игре далее магнитный шарик это возможность понизить тон без потери жесткости язычка так что если вы хотите варган максимально глубокий низкий играть медитировать замедляться делать да и улетать берем ультра басы субконтр басы а если мы хотим варган яркий мощный игривый громкий мы берем среднечастотные варганы или басы не слишком низкие при помощи магнитного шарика мы можем сделать их еще ниже вот и все секреты меня зовут иван гнездо спасибо что досмотрели до этого если вам понравилось то поставьте лайк этому видео с вами был варган меркурий я желаю вам приятных вибраций мяу мяу